Расскажите историю, как произошла авария и с какими препятствиями вы после этого столкнулись. 5.05.2017 года выехал на работу в 7 часов утра с населенного пункта Райков, 32-й километр от Скисского тракта. На 26-м километре произошло ДТП. Изначально Мазду, третьей модели, с которой было ДТП, я видел на 32-м километре. Я ее пропустил, в дальнейшем по трассе я ее обогнал, примерно это было 28-й, 29-й километр. Я его обогнал, впереди меня шла Приора, а я ехал за Приорой. Скорость моя была примерно 100-110 километров. В дальнейшем водитель Мазды утверждает, что он ехал 80. Я ехал, и Приора пошла на обгон. Впереди шла АК, тихоход. Вот она ехала 80. Я увидел, что впереди идет Гранта, светлая, то ли белая, то ли светло-серая. У меня не было времени разбирать, как она цвета. Я принял решение притормозить за АК и остаться в своей полосе. Я выглянул, увидел, что у Гранта встроился в свою полосу, начал понижать скорость, переключаться, так как у меня механическая коробка передач. В этот момент я увидел в зеркалах синюю Мазду, которая у меня мелькала то влево, то в правом зеркале. Я думаю, сейчас все это будет, потому что он был очень близко ко мне. В этот момент, когда я ручку перевел на нейтраль, получился удар. Меня выкидывает на обочину, так как он бьет мне в левый край. Меня выкидывает на обочину и начинает тащить. Там кувет, естественно, я начал выворачивать рулем влево-вправо, начал тормозить, а ее начинает переворачивать. Я уже просто начал выруливать. Потом я подниму ручник и потихоньку-потихоньку она остановилась. Здесь, получается, от места столкновения у меня откат 200-250 метров где-то вот так. С чем первый следователь мне заявил, ты хотел скрыться с места преступления. Я говорю, с чем это связано? У тебя нету тормозного пути. Я говорю, у меня был тормозной путь, я бы лежал в кувете и, возможно, я бы был вторым трупом в этой аварии. Ну вот, ты хотел скрыться, ты хотел скрыться. Я говорю, у меня встречный вопрос к вам, товарищ следователь. У меня нету тормозного пути. Вы у меня спрашиваете, а почему вы обвиняемого не... Ну вот, не обвиняемого, он сейчас обвиняемый, а участника, что на Мазе. Почему у него нету тормозного пути? Она говорит, ну, у Гранты тоже нету. Я говорю, у Гранта ехала по своей полосе, ему не нужно было тормозить. Почему Маза не тормозил? Ну что у меня ответа не было. Поступил следующий вопрос. Вот на ВАЗ-21120, вот на десятых моделях, маленькие стоп-сигналы. Я говорю, вы на что сейчас намекаете? Водитель Мазда не увидел. Я говорю, сугубо его проблемы. Я говорю, тут явное нарушение дистанции. Я ничего не предпринимал в плане изменения технических. Я не кратил, не тонировал стоп-сигналы. Они как у меня есть, так и есть. Она говорит, у вас они неисправны. Я говорю, машина моя стоит возле отделения. У меня ее сразу не изъяли. Я говорю, давайте выйдем. Я нажму на педаль. Вы убедитесь, что они до сих пор сейчас горят. Она говорит, почему ты так уверен? Я говорю, потому что я весь день ездил за патрулькой. Я сам ездил в наркологию на машине. И она говорит, ладно, допустим, вот это хорошо. Ну и так вот наводящие вопросы она мне наводила, чтобы сбить меня с толку. Так и не получилось. Во время допроса, всего допроса, это уже было 7 часов вечера, мы приехали с наркологии. Она меня вызвала и заявляет. У нас второй труп. Я говорю, как? Она говорит, видел того человека, который лежал лицом вниз? Я говорю, да. В машине было трое пассажиров, один водитель. Я говорю, да. Вот она скончалась. Он не получил. Черепно-мозговая травма. И перелом ребят. Я говорю, да. Она такая, ну вот, типа у вас тут двойное, у вас срок увеличивается. Она говорит, ну ладно, понятно. Я говорю, а что вы мне этим хотите сказать? Нет, тебе так пища дает размышления. Ну хорошо. Во время этого телефон покойного все время звонил. Звонил, звонил, на что она не реагировала никак. Потом в конце сказала, что они не надоели и просто отключила телефон. Так никто и не узнал. Сама она приехала где-то в 2-3 часу на место ДТП. Уже как бы все были, были все спецслужбы, уже ГАИ, уже... Когда следователь приехал, адвокат сразу пошел в патрульную машину о чем-то там договариваться. После подошел ко мне, говорит, здравствуйте, здравствуйте, вы участник там, у свидетелей. Я говорю, да, я. Можно с вами поговорить? Я говорю, нет. Он говорит, почему? Я говорю, потому что вы адвокат, я не собираюсь с вами ни о чем разговаривать. Ну, и свою причину такой, ложки. Я говорю, потому что все играет против меня, в данный момент начинает играть. Я говорю, я не буду с вами говорить. Тут ладно, все понятно. И уехал. Приехал какой-то дядя. Как бы я так и не понял, родственникам или кто ему, спросил, что да как, и уехал. Все, они уехали с места происшествия. У нас, получается, всех герпитализировали. Человека мы извлекли где-то примерно в час, даже, может, до 12. И у нас, получается, в 2 часа только приехала ритуалка с морга, что забрали тело. Вот так вот. Машины там и завекли тоже в 3 часа уже после того, как приехал следователь, что он сказал, добро. У меня стоял вопрос, что машину мне оставят, так как просто посмотрят. В оконцовке она решила ее изъять. Уже в отделении она говорит, я изомаю машину, давай мне ключи. Я говорю, давайте мне от изъятия, какие-нибудь бумаги. Она говорит, ничего не надо, все в деле, сейчас так можно. По идее, так нельзя. Потом в оконцовке оказалось. После чего машину они забрали, ничего мне не дали. А когда машину я забирал, они ключи потеряли от моей машины. Искали их день где-то в отделении. Потом привезли, они все жаржавевшие. Где они лежали и валялись, я не знаю. А как Мазда столкнулась с Грантой? Вы видели? Вот этого я не видел, потому что управлением своей машины был занят. Там получается несоблюдение дистанции. Он хотел сделать двойной обгон. Он хотел обогнать впереди идущую АКУ. И впереди еще какая-то машина ехала. Он разогнался, хотел летом это все пролететь, двойной обгон сделать. Но в последний момент уже увидел, что он не сможет, не успеет. И начал встраиваться. Встраиваться он начал. И несоблюдение дистанции он не притормозил. И получается, меня в корму задел. Он меня задел, так как скорость большая. Вылетел, его отрикошетило все равно на обочину. Там на схеме даже, как мы это все установили. Он отлетает, по касательной уходит на обочину. Водитель Гранты тоже уходит на обочину от удара. Тут они сталкиваются. Грант, получается, Мазда. Она полным корпусом ударяет в левый край Гранты. И получается весь двигатель, вся рулевая колонка на водителя, его зажимает. И все, уже там ничем не помочь. То есть он на встречке остался от рикошетов от вас, да? Да, ее развернуло на 360 градусов.